Валерия Вахонина родилась 10 сентября 2002 года. Она с детства прикована к инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Несмотря на это, Лера нашла свое призвание в жизни. Уже три года она занимается рисованием в творческой мастерской «Стрекоза» во Дворце культуры «Видное» под руководством педагога Елены Климашиной. Не надо детей этих особенных выделять из особенных. С ними надо работать точно так же, как с обыкновенными детьми. Единственное, чуть больше терпения и чуть больше любви, чем обычно. И тогда все получится. Постепенно мелкими мазками неловкие движения становились более уверенными и появились первые достойные работы. За все время их накопилось немало и поэтому было решено организовать первую персональную выставку картин Валерии Вахониной. В этом ей помогла Центральная библиотека и местное отделение Союза Женщин России. Это популяризация творчества женщин. Это одна из главнейших задач Союза Женщин России. Каждое достижение дочери для мамы Натальи Васильевны – большая гордость. Потому что на картинах Валерии не просто ромашки, маки или сирень. Каждая работа – это очередная победа, ведь рисование Рере дается непросто. Мы не ожидали, мы даже никогда не думали, потому что она лежачий практически ребенок. А тут, сидя, трясущейся левой рукой, стримером, мы не умеем ни читать, ни писать, а вот красками у нее получается. Главной героине вручили цветы, подарки и благодарственные письма. А участники инклюзивной студии творческого развития «Колорит» скрасили открытие выставки музыкальным номером. Все мои тревоги и мечты, это все, это все жизнь. В конце мероприятия на двери центральной библиотеки появилась наклейка со знаком «Инклюзивное гостеприимство». Такой знак вручает учреждениям, которые отвечают стандартам обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья.